Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети» А это мне и еще одну. Держи. Мячик я повешу. Егор, привет. Привет. Давайте еще поздороваемся с нашими телезрителями. Здравствуйте, ребята. Привет. Присаживаемся. Присаживаемся. Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня Егор и Кира. Ребята, вы оказались в стране безопасности. Скажите мне, пожалуйста, вы знаете, что это за место такое? Егор, Кира. Егор. Страна безопасности. Страна такая из безопасности. Это удивительное место, я хочу вам сказать, где с вами никогда ничего плохого не случится. На протяжении четырех дней мы будем с вами учиться простым правилам безопасного поведения в любой ситуации. И постараемся эти правила объяснить нашим маленьким телезрителям. И второй момент. Очень приятно. Это конкурс, а поэтому в конце всей нашей игры определится победитель, который получит главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Егор, Кира, сегодня и на протяжении последующих трех дней мы с вами будем говорить о правилах пожарной безопасности для детей. И сейчас самое время нашего первого испытания. Суть его вот будет в чем заключаться. Ровно за одну минуту, ребята, вам нужно будет найти на доске картинки, на которых изображены предметы, которыми, как вам кажется, можно потушить пожар. Каждый правильный ответ будет стоить фишку. И две фишки вы получите, если справитесь быстрее соперника. Но только в том случае, если вам удастся найти все предметы. Понятно? Кира, начнем? Итак, время пошло. Побежали искать предметы, которыми можно потушить пожар. По одной картиночке. Одну взяли, приносите мне. Я уже буду считать фишки. Кто справится быстрее, получит дополнительно две фишки. Не подсматриваем. Кирушка, Егор, по одной картинке клади то, что удалось уже отобрать. И остальные щи по одной приносите мне. Еще, еще. Время идет, ребята, у вас минута ровно. Чем еще можно тушить пожар? Смотрим. Не подсматриваем, Кирушка. Так, времени осталось не так много. Думаем, думаем, чем пожар можно тушить. Три, две, одна. Все, возвращаемся ко мне. Так, хорошо, Кира решила еще одну картинку под конец принести и сделала. Совершенно верно. Присаживайся, Егор. Давайте смотреть, какие картинки вы отобрали. Итак, Кира, это у нас песок. Правильно, Кир, песком действительно можно потушить пожар. Здесь у нас, Кир, что? Вода. Водичка. Это тоже средство, при помощи которого можно тушить пожар. А это, Кир? Огнетушитель. Огнетушитель. Конечно же, он тоже используется во время тушения пожара. Хорошо. Итого, три картинки, правильные картинки. Это, Кира, три фишки. Три фишки. Давай-ка посмотрим. Нет, за скорость не дам тебе, потому что не все правильные картинки ты принесла. Егор, а у тебя что? Это у нас что? Огнетушитель. Огнетушитель. А это водичка. Тоже правильные картинки. Две фишки ты зарабатываешь. Держи, Егор, тебе две. И Кирушки, три за три правильные картинки. Ребята, вам и нашим маленьким телезрителям я хочу еще раз напомнить предметы, при помощи которых можно тушить пожар. Это, конечно же, вода. Люди часто так делают. Это огнетушитель. Это песок, если он есть поблизости. Землей тоже можно тушить. И, ребята, еще можно вот эту картинку не взяли, не принесли одеялом, если им накрыть очаг возгорания. Понятно? Запомните, что одеялом, если он небольшой этот очаг, если вовремя накрыть, тоже можно тушить пожар. Ну что ж, вы неплохо справились с моим заданием, хоть и не все картинки нашли, но ничего. И по итогу первого конкурса у Киры три фишки, и у Егора две. Ребята, вы знаете, что далеко не все дети умеют правильно обращаться с огнем. Но есть люди, которые знают о пожарах все. Как вы думаете, Егор, Кира, где работают эти люди? Егор, как ты думаешь, где работают специалисты, которые знают все о пожарах? Кирушка, может, у тебя предположения есть? Ладно, я вам подскажу. Самые главные специалисты по борьбе с чрезвычайными ситуациями работают, ребята, в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, или, коротко, МЧС. И сейчас я хочу вас познакомить с человеком, который знает о пожарах практически все. Ее зовут Мария Александровна, и она уже готова выйти с нами на связь. Внимание на экран. Ребята, привет! Привет! Меня зовут Мария Александровна. Я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Наша служба приходит на помощь всегда, если случается беда. И пожар – это как раз такая ситуация. Ребята, вы, скорее всего, много знаете о том, как себя вести при пожаре. Но я все-таки у вас спрошу. Как будете себя вести, если пожар произойдет на вашем балконе? Егор, Кира, как поступили бы вы, если бы увидели, что произошло возгорание у вас на балконе? Надо пожар позвать. Да, позвонить в службу спасения. Хорошо, Егор. Давайте послушаем, что еще Мария Александровна расскажет нам. Дорогие ребята, если вы оказались в подобной ситуации, поскорее сообщите об этом взрослым. Если же вы находитесь одни, ни в коем случае не выходите на балкон. Плотно закройте балконную дверь и окна. После чего выйдите на лестничную клетку и сообщите соседям о случившемся. Попросите их вызвать спасателей. Если же у вас есть телефон, быстро набирайте номер 101 или 112. Расскажите диспетчеру о том, что случилось, и строго выполняйте все, что он вам скажет. До тех пор, пока пожар не будет потушен, в квартире оставаться очень опасно. Спускайтесь по лестнице на улицу и дожидайтесь приезда спасателей. А на сегодня это все. Ребята, будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. А я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, у меня для вас на сегодня есть еще одно финальное испытание. И это последняя возможность сегодня заработать фишки. Так что будьте на чеку. Тот, кто внимательно слушал Марию Александровну, с легкостью справится с этими вопросами. Каждый правильный ответ стоит две фишки. Если вас будет дополнять соперник, то одну фишку придется отдать ему, а одну оставить себе. Кто начнет первым отвечать на мои вопросы? Егор или Кир? Кирушка. Хорошо. Егор, уступим. Девочки, право ответа. Первый. Да? Хорошо. Итак, Кир, первый вопрос к тебе. Вы почувствовали запах дыма, который тянется с вашего балкона. Что в первую очередь надо сделать? Позвать старшего. Правильно, сказать, сообщить взрослым, родителям или другим людям. Так, и второе, так чтобы, если дым идет, значит там есть возгорание. Что, чтобы оно не перекинулось в квартиру, нужно сделать, как ты думаешь? Нужно закрыть балкон. Правильно, закрыть дверь на балкон. Хорошо, две фишки за правильный ответ, как и обещала, держи. Егор, второй вопрос к тебе. По какому номеру нужно звонить в пожарную службу? Номеру или номерам, может быть? 101. 101. И 102. Но не 102, есть другой номер, но чуть-чуть другой, не 102. Вспоминай, какой. 101 и... Ну что, Кир спросим. Поделишься, если Кира правильно скажет фишкой с ней. Кир, ты знаешь, что ровно? 112. Правильно, 112. Ну, хорошо, помогли друг другу. Егорушка, держи, тебе одну фишку. И Кирушке одну фишку. Молодцы. Итак, третий вопрос, он адресуется Кире. Если вы позвонили спасателям, что важно сказать? Ну, он, наверное, должен знать, кто проживает хозяев. Свои... Имя и... Фамилию. И фамилию, правильно. Так, еще, Егор, как ты думаешь, что еще нужно сообщить диспетчеру? Что надо выполнять все правила, что он сказал. А, правильно, да, он наверняка сразу рекомендации начинает давать, и нужно строго их поддерживаться. Правильно, ребят, хорошо. Ну что, Егор помог Кирочке, поэтому по одной фишке я каждому из вас вручаю. Держи. Ну что же, последний вопрос, Егор, для тебя. Можно ли оставаться, ожидать помощи спасателей в квартире, если на балконе случился пожар? Можно оставаться в квартире, если на балконе случился пожар? Правильно. Надо соседям говорить. Да, нужно звать, если дома кто-то есть взрослых, если нет соседей, как ты сказал правильно. А что еще нужно сделать? Дверь на балкон. Закрыть. Закрыть. И что, если в квартире нельзя оставаться, что делать? Выйти на улицу. Да, спускаться по лестничной площадке и выйти на улицу, и там дожидаться? Приездом спасателей. Хорошо. Ну, вспомни, что и взрослым нужно сообщить, и двери закрыть, и что, конечно, оставаться нельзя. Поэтому две фишки ты заработал. Молодец. Держи. Все, я же говорила, что это последний конкурс на сегодня, поэтому нам с вами остается посчитать, сколько же фишек в первый игровой день вы заработали. Егорушка, ты считай свои, а ты, Кирушка, свои. У меня шесть. У Егора шесть. У меня семь. А у Киры семь. Ну, практически равные бойцы. Разница всего лишь в одну фишку. Хорошо, ребята, на сегодня все. В первый конкурс на сегодня с минимальным отрывом в одну фишку выиграла Кира. Ну, а мы готовимся к завтрашней игре и прощаемся до завтра. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова